Господа, Антонио с вами. Вы просили сделать это видео, так что вот оно. Как знакомиться с девушками, как подходить, взаимодействовать и говорить с женщинами. Многие из вас, наверное, одиноки. Вы выходите и начинаете игру. Я так и понял. Однажды я тоже был по эту сторону. Надеюсь, вы сможете взять эту информацию и использовать. Я буду фокусироваться сегодня на языке тела. Если вы хотите узнать больше и понять, как начинать и вести дискуссию и остальную дополнительную информацию, то вам надо зайти и посмотреть на ребят из Art of Charm. У них намного больше информации на эту тему, чем когда-либо будет у меня. Это мои друзья AJ и Джордан. Я думаю, у вас замечательный канал. В дополнение, если вас интересуют исследования, то я пройдусь по этому в своем уроке по языку тела на тему, как лучше всего подходить к женщинам. У меня есть целых семь шагов вот тут в статье, где у нас подкреплено исследование от MIT и других научных центров. Мой друг Кайл помог мне написать эту статью со всеми деталями. Ребята, дайте мне знать в комментариях, если вам был бы интересен курс по языку тела. Перед тем, как я перейду к семи шагам, быстро расскажу, что самое наилучшее мероприятие и место для этих семи шагов – это свадьба. Да, все очень просто. На свадьбе все более-менее знакомы, и настроение у всех располагающее. Если вы попробуете эти приемы в баре или в ночном клубе, это не сработает так же и будет намного труднее. Но если вы попадете на вечеринку к другу домой, то это может сработать очень даже хорошо. Так что обстановка играет важную роль. Первым делом надо заметить, как она входит в комнату. Она вошла и направляется к столу, за которым ее ждут друзья, или она останавливается, делает паузу и оглядывается по сторонам. Но если прямо говорить, смотрит ли она на мужчин, старается понять, кто вокруг нее и кто ей может понравиться, и с кем бы она, и тут второй шаг, встретилась бы взглядом. Контакт взглядом. Думаю, вы догадываетесь, что это будет. Но скажу как есть. Это самый главный способ женщины показать мужчине свою заинтересованность. Так что, ребята, вам просто необходимо следить за этим жестом. Потому что я заметил, как часто мы упускаем шанс и все попытки дамы познакомиться с нами. В среднем, женщина смотрит на мужчину 4 раза перед тем, как тот ее заметит. И 13 раз перед тем, как мужчина встанет и предпримет какие-то действия. Так что, думаю, вы понимаете, насколько важно быть внимательным к взгляду женщин. И если она флиртует с ребятами на вечеринке, то лучше... Я не скажу не подходить и знакомиться. Но вы должны понимать, что вы не единственные, кому она посылает такие сообщения. И убедитесь в том, что, когда вы оглядываетесь, вы уделяете достаточно обильное внимание ей. Для того, чтобы приблизиться и начать общение, лучше всего вначале сделать контакт глазами на 2-3 секунды. Лучше всего, если девушка улыбнется в этот момент. Тогда у вас точно есть пропуск, чтобы приблизиться и познакомиться с ней. Давайте поговорим о третьем шаге. Угол приближения. Чтобы вы точно забрали с собой полезный совет, никогда не подкрадывайтесь к женщине со спины и не пугайте ее. Это самое худшее, что вы можете сделать. В статье вы найдете больше информации по этому поводу. Но на этот счет есть целые исследования. Так что лучший способ подойти к женщине, это немного со стороны. Или идти спереди и затем отклониться немного в сторону. Что лучше не делать, так это стоять прямо перед ней лицом к лицу. Это не так плохо, как со спины. Но все же, если вы стоите прямо перед женщиной, то это вызовет некую агрессивность. Так что разговаривать с ней немного под углом. Со стороны это будет лучший выбор. Это переносит нас к пункту номер 4. Угол общения. Вы говорите с ней немного под углом. Она поворачивается, чтобы поговорить с вами. Что вам надо, так это обычный разговор. Как я говорил, я не затрагиваю тему, о чем говорить с девушками в этом видео. По этому поводу лучше зайдите к Art of Charm. У них на эту тему есть много информации. Но цель общения, это сделать так, чтобы девушка повернулась к вам лицом. Для вас это знак, чтобы начать разговор. Для нее, это выбор быть лицом к лицу с вами. На что стоит обратить внимание, это ее ноги. Если ее ноги смотрят в противоположную сторону от тела, которая повернута к вам. Это может говорить о ее настоящем намерении покинуть разговор. Так что обращайте внимание и давайте возможности, чтобы она ушла. Пункт номер 5. Интимный взгляд против общественного взгляда. Общественный взгляд, это то, как вы разговариваете с вашими друзьями или с подружкой, которую вы давно знаете. Но это когда вы смотрите на лицо человека, и вы переводите взгляд на подбородок, может быть шея. Интимный взгляд, это в том случае, когда мы заинтересованы в ком-то. Тогда мы смотрим человеку на лицо, но мы также переводим взгляд на его грудь. Мужчины и женщины. Да-да. И женщины тоже обращают внимание на размеры. Но это то, что мы делаем очень быстро. На уровне подсознания. Но мы делаем это, и если вы можете словить такой взгляд, это хороший знак. Совет номер 6. Подсказки языка тела. И лучше запомните их как следует. Если вы помните мою статью про язык тела, там я говорю про то, что необходимо держать контроль и понимать, что является нормальным языком тела. Но если женщина начинает прихорашиваться, либо играть с волосами, облизывать губы или делать другую мимику, вам необходимо понимать, что так поступают люди бессознательно, когда им нравится компания других людей. Когда они хотят показать другим людям, что те им нравятся. Еще необходимо наблюдать за тем, как проходит общение. Когда она говорит, то отвечает ли она открыто, а не просто словами «да» либо «нет». Если девушка говорит нормально, или, возможно, немного быстро, и если это выглядит легко. Исследования MIT говорят, что это отличный индикатор, чтобы ей понравились. Пункт номер 7. Я, пожалуй, закончу на этом шаге. Личное пространство и прикасание. Личное пространство – это если поднять руки, любой, кто попадет в эту зону, он попадет в интимную зону личного пространства. Для меня это жена и мои дети, они могут входить в это пространство, и я ожидаю объятия или приблизиться к ним. Если вы вошли в ее личное пространство, и она не ответила каким-либо касанием, или если она пятится назад, то это плохой знак. Это знак, что вы продвигаетесь слишком быстро, и, возможно, вам стоит сбавить обороты и соблюдать ее границы. Еще надо понимать различия между культурами. Когда я был в Гонконге, то я был шокирован, что для людей это в порядке вещей приближаться очень близко к друг другу. Так что, если вы в большом городе, то у людей нет столько много места. Но если вы из Центральной Америки, откуда и я, то люди в этой местности очень щепетильны к соблюдению личного пространства друг друга. Я упоминал о касаниях. Если она касается вас, то это отличный знак, ребята. Особенно, если она касается вас за локоть, спину или плечи. Это отличные индикаторы. Именно поэтому я продвигаю и настолько рекомендую носить хорошую одежду из кишемира с текстурами. Это привлекательно, чтобы потрогать. Если вы преодолеваете этот барьер, и девушка начинает вас трогать, даже если это без каких-либо намеков, то исследования даже говорят о том, что это отличный знак, потому что мы чувствуем себя намного ближе к людям, которых мы трогаем. Ребята, я сделаю небольшой шаг в сторону и скажу, что я очень не хочу, чтобы вы применяли все эти советы как роботы. Если вы думаете, что возьмете эти семь советов, и они будут работать как формула, то это неправильно. Эти вещи необходимо отрабатывать и сделать частью вашего общения с окружающими людьми, получать удовольствие от этого общения. Я бы хотел услышать от вас, что вы думаете, я пропустил. Что бы вы добавили? Пишите в комментариях под видео. Особенно, если есть девушки, может вы напишите ваше мнение по этому поводу. Но, ребята, обязательно почитайте статью. И напоследок, я хочу, чтобы вы посмотрели на один YouTube-канал. Он научит вас танцевать. Если вы хотите знакомиться с людьми, и вы серьезно настроены, чтобы сближаться с людьми, то танцы... Только представьте, вы подходите к незнакомому человеку и спрашиваете его кое о чем, и затем вытягиваете его на танцпол. Да, возможно, в половине случаев они откажут, но с другой стороны, они говорят «да». И тогда вы можете приблизиться к ним, прикоснуться и выяснить много других вещей. Канал называется «Show her off». Я думаю, вы будете удивлены тому, кто ведет этот канал, и насколько крутой танцовщик этот парень. Я не раскрою всех карт, так что просто заходите и сами увидите. Это мой хороший друг. Мы попали в город, в котором никого не знали, и в тот вечер он мне присылает фотографии, потому что я прилежный муж, который сидит дома. Так вот, он прислал мне фотографию с двумя прекрасными девушками. Да, я только что рассказал эту историю, так что, ребята, заходите на канал «Show her off» и пишите в комментариях, что вы думаете.